Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Пока Министерство культуры принимает заявки на участие в конкурсе, в Нефтекамске решают, где участники будут жить, на чем добираться до городского центра культуры и что есть. Вопросы житейские, но когда речь идет о проведении масштабного мероприятия, они становятся значимыми. Был составлен план работы между организациями и учреждениями, поделили обязанности. Это учение работы группы художников-оформителей. Это все по оформлению. У меня необходимости не пополнить. Еще. Вычленные реализации билетов на открытие и закрытие фестиваля. Так, как будем реализовывать? Распределяем? В кассу положим. И распределять будем, и пригласительные будут. Хорошо. В роли жюри выступят заслуженные артисты, деятели культуры Республик Башкортостан и Татарстан. В течение трех дней им предстоит выбрать лучшее исполнение песен Фариды Кудашевой отдельно на татарском и башкирском языках. Наиболее яркими в конкурсе станут церемонии открытия и закрытия фестиваля. 19 и 21 числа в качестве зрителей приглашают всех желающих. 19 октября в 19.00 мы приглашаем посетить наше открытие фестиваля. 21 в 19.00 гала-концерт и закрытие фестиваля. Вообще и на открытии, и на закрытии мы планируем нашим нефтекамцам и гостям города дать возможность послушать, конечно же, и мастеров искусства, как Республики Башкортостан, так и Республики Татарстан. Поэтому на сегодняшний день ведутся и переговоры, кто-то уже дал согласие. Не останутся в стороне наши почетные члены вири, потому что они действительно являются все мастерами своего дела. Поэтому и они тоже будут показывать мастер-класс как на малой сцене перед конкурсантами, так и на большой сцене перед нашими зрителями. На данный момент принято пока всего 17 заявок на участие. Среди них не только жители двух соседних республик, но и представители Саратовской области, Белоруссии и Кыргызстана. Прием заявок продолжается. Наталья Бурова, Альшат Исламов. Время новостей.